Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас с вами больше бытовая тематика. Я расскажу о лучших решениях в нашем доме, об организации. Я надеюсь, что многим этот материал пригодится, поэтому не стану затягивать. Поехали! В нашем доме мы живем уже больше трех лет, поэтому я однозначно могу сказать, что прошло проверку временем, что нам пригодилось, а что можно было сделать несколько иначе. Давайте начнем с хорошего, из правильного решения. Первое, это настенные панели или стеновые панели МДФ, которые вы сейчас частично можете видеть за мной. Эти панели располагаются у нас на первом этаже, там, где мы больше всего проводим время вместе, между этажами и на втором этаже, где находятся детские комнаты и мой рабочий кабинет. В нашей спальне мы решили их не делать, потому что мы, по сути, там только ночуем и переодеваемся, и там не так все пачкается. Проживая в квартире с таким же цветом стен, мы для себя поняли, что на уровне детей отпечатаны все пальцы, все то, что они едят. И вообще, когда дети даже идут по лестнице, очень часто вот так проводят рукой. Поэтому, если вы любите чистоту и порядок, это идеальный вариант, потому что содержать такие панели в чистоте, это проще простого. Берем любую тряпку, любое моющее средство, и они прекрасно отмываются. Мы заказывали их у тех же мастеров, которые выполняют кухни, какие-то встроенные шкафы. Да, по цене это не очень бюджетно, но это мега практично. Следующее, это организация пространства под лестницей. Мы были у многих наших соседей, каждый придумал что-то свое, но, в принципе, такой вариант, как у нас, нас полностью устраивает. Значит, мы с левой стороны, как вы можете видеть, сделали такой небольшой шкафчик. Да, там не очень-то и высоко, но заходить туда, в принципе, удобно. И там мы храним швабры, ведра, какую-то бытовую химию. То, что постоянно вот где-то в использовании, регулярно, да, но хранить это все на виду не хочется. Под мойкой у нас там целая система сортировки мусора, поэтому нам необходимо было другое пространство, где можно будет разместить вот эту всю бытовую химию, химию, корм для собаки, запакованные, которые тоже нужно покупать чуть раньше, чтобы он где-то там стоял на всякий случай. А с правой стороны мы решили сделать выдвижные ящики на колесиках. Да, они тяжелые, но они глубокие, и благодаря тому, что они выдвигаются, мы не теряем пространство, и там хранятся вещи, которыми мы пользуемся гораздо реже. Какие-то подарочные упаковки, елочные игрушки, декор и так далее. То, что я достаю по необходимости. Я думаю, что у каждого в доме или в квартире есть те вещи, которые необходимы нам в определенный сезон, но мы не достаем их прям каждую неделю. Следующее, что многих интересует, это наш камин, который располагается в зале. Он в таком немножечко ретро-стиле. Они продаются в разных расцветках, даже в более ярких. Пару лет тому назад были и красные, и синие. Название производителя, к сожалению, я сейчас не помню, но прочитаю сзади или сделаю фотографию. В крайнем случае, ищите информацию в инфобоксе. Я обязательно все пропишу. Значит, камин мы заказывали здесь, в Польше. Но, насколько я помню, он не польского производства. Он не был дешевым. Около 2000 евро мы за него платили. Возможно, сейчас чуточку дешевле или дороже. Я не знаю, не проверяла. Но, в общем, что это за чудо такое? И чем он топится? Скажу сразу, что он не предназначен для обогрева всего дома. Его максимум это один этаж. К тому же у нас здесь подогрев пола, поэтому плюс-минус у нас всегда 22 градуса. Но когда как-то некомфортно, прохладно, мы включаем его. И тогда он где-то за полчаса нагревает этот этаж. Этот камин работает на пилет. Также от него нет дыма. То есть из дымохода у нас дым не летит, если посмотреть снаружи. И также это довольно умная штука. Ее можно включить там через телефон, выключить, запрограммировать. И также он сам автоматически выключается, если пилет заканчивается. Бывает так, что ты включаешь, он не издает каких-то особых звуков. Иногда что-то там, когда он разогревается, слышно. Но в основном он довольно тихий. Огонек где-то там мигает. Это создает очень классную атмосферу дома. Я не могу сказать, что это прям must-have в каждом доме. Но когда мы заканчивали ремонт, мы понимали, что финансы нам позволяют приобрести его. Нам очень нравится и наличие камина, и то настроение, которое он задает. И вот поэтому мы его приобрели. Скажу честно, что мы сейчас в зимнее время года включаем его каждый день. Особенно утром. Когда спускаешься, и ты еще не до конца проснулся, хочется чуть-чуть больше тепла. Не греешь весь дом, а просто включаешь камин и нагреваешь то пространство, где находишься всей семьей. Так что если вас заинтересовал такой камин, то информацию ищите в инфобоксе. Я не знаю, как вы, но мы очень часто пользуемся биде и в целях личной гигиены, и также в быту. Это незаменимая вещь, вплоть до того, что что-то там помыть, набрать воду и так далее. Но, к сожалению, масштаб далеко не каждого санузла предполагает наличие отдельно стоящего биде. Вообще в идеале было бы иметь и биде, и бидетку. Но у нас это не поместилось бы, поэтому мы остановили свой выбор на бидетке. Мы сомневались, насколько это удобно и практично. И я хочу вам сказать, что лучше с ней, чем без нее. Потому что, во-первых, для личной гигиены этим вполне нормально можно пользоваться. И вплоть до того, что что-то помыть, что-то сполоснуть, набрать в ведро воды и так далее. Это незаменимая вещь в нашем быту. Поэтому на каждом этаже у нас есть бидетка, а в самой большой ванной комнате биде. И если бы еще раз делала ремонт, я бы однозначно, как минимум, поставила бы бидетку. Это очень-очень удобно, повторюсь. Мы с мужем решили разместить нашу спальню на самом последнем этаже с дополнительным нашим санузлом, также с прачечной и такой кладовой, чердаком, что-то в этом духе. О нем мы поговорим чуточку позже. И то, чего нам с мужем не хватает, это отдельная гардеробная. Я все крутила, вертела, думала, куда же разложить все свои вещи и вещи моего мужа. И мы решили сделать встроенный шкаф. Я нашла похожую картинку на Пинтересте и подумала, что да, это может быть довольно удобно. И как минимум мы не потеряем пространство. Кстати, я не сразу нашла мастеров в Польше, которые взялись за работу. Но все же со временем нам установили наш встроенный шкаф и получилось очень даже удобно. Я старалась все как-то распланировать таким образом, чтобы как можно больше вещей можно было повесить. Лишь тогда я ориентируюсь, что вообще есть в моем гардеробе. И чтобы это все носить, а чтобы вещи не лежали мертвым грузом. Также по центру там располагается дымоход, поэтому как бы ниша не была настолько глубокой. По центру я сделала такие крепления, куда можно повесить галстуки, пояса, какие-то платочки. Еще осталось место для небольших полок, где спокойно помещаются мои сумки, часть из них. Организация нашего чердака, такой небольшой кладовой, где хранится все то, что нужно. Это сменное постельное белье, запасные полотенца, какой-то декор, сезонная обувь и так далее, и так далее. Вся конструкция, которую вы видите у нас из Икеа. Металлические стеллажи крепятся к стенам, и на них уже располагаются пластиковые контейнеры с крышкой. Вы сами, как конструктор, собираете то, что необходимо лично вам, и в целом мы довольны. Единственное, на чем я хочу сакцентировать внимание, это тяжесть вещей, которые вы планируете там хранить. Если вы складываете туда кирпичи, какие-то тяжелые материалы, то, к сожалению, такая конструкция всего этого не выдержит, но все вышеперечисленное, без проблем там хранится. И я более-менее ориентируюсь, где что у меня лежит, поэтому меня не смущает то, что эти ящики непрозрачные, и когда все прикрыто крышками, и наоборот, как-то так аккуратно хранится, лично меня вполне себе устраивает, поэтому да, могу рекомендовать, и я думаю, что каждый найдет хороший вариант для себя в Икее или в похожих магазинах. В основном вся наша стирка происходит в мини-прачечной, где находится и стиральная машина, и также сушилка. Но дополнительно мы поставили еще одну стиральную машину в детской ванной комнате, и где это все сушит, тоже не совсем было понятно. Потом как-то в Лиле мы встретили такую сушилку, которая раскладывается, то есть по сути она не занимает пространство, она не занимает много места, можно все аккуратно сложить. И я думала, что вот эта наша мини-система не будет прочная, она не выдержит огромное количество стирок, но сколько всего я перестирала за последние три года, вы себе не представляете, все до сих пор на месте, ничего не разломалось. Я думаю, что в разных таких строительных магазинах, где все для ремонта, можно найти что-то похожее и вариантов масса. Так что если у вас нет Лидла, то ничего страшного, как минимум можно поискать в интернете, и я уверена, что там еще и получше варианты будут. Очень часто вы задаете вопросы, какой у нас переход между деревом и плиткой. Я заметила, что когда приезжаю к маме домой, вот у нас там были ремонты, всякие дела, и я вижу, что часто приклеивают такую пластинку какую-то, то она металлическая, то она пластиковая. И это смотрится не очень эстетично, мало того, ты часто за это цепляешься, и очень часто она отпадает. И здесь, кстати, в Польше я не видела таких переходов, в основном все используют пробковое дерево. То есть вот так запихивают, это смотрится очень красиво, очень аккуратно, и главное, что ничего не цепляется, и у нас не выпадает эта пробка, она не темнеет, она как-то не высыхает. И вы знаете, нет вообще никаких нареканий, и это настолько аккуратно и удобно, что самое главное. Поэтому если вы думаете, как сделать переход из плитки в дерево, то вот как вариант, лично мы очень и очень довольны. Так получилось, что когда мы покупали дом, здесь уже был встроенный пылесос, поэтому мы и так за него заплатили, и мы решили попробовать им пользоваться. Я не знаю, возможно, вы со мной не согласитесь, возможно, как-то отличаются модели этих встроенных пылесосов, возможно, мощность таких пылесосов в ваших странах выше. Но, например, в Евросоюзе мощность даже самых обычных пылесосов будет гораздо ниже, чем, например, в Украине, и скорее всего, в России. Ну, в Украине так точно, потому что раньше, 10 лет тому назад, мы даже специально покупали в Украине пылесос, потому что те, которые продавались в Польше, от тех же брендов похожие модели были вообще никакими, и убраться при помощи них было довольно сложно. И то же самое происходит со встроенными пылесосами. Я уже не говорю о том, что вот эту огромную трубу, длинную, шланг такой, нужно где-то хранить, она занимает очень много места и стоила 400 евро одна. Не могу сказать, что она какая-то легкая, поэтому носить ее с этажа на этаж лично мне было довольно сложно, поэтому у нас их две. Так что ты платишь за встроенную систему, потом, значит, ты отдельно докупаешь вот эти шланги, их нужно где-то складировать, и это настолько неудобно, оно больше всего раздражает то, что они не справляются с обычной пылью какой-то. Так что, несмотря на то, что мы очень сильно потратились на все вот это вот дело, нам пришлось купить самый обычный пылесос, а потом мы обзавелись Дайсоном и не нарадуемся. Скажу вам абсолютно честно, что для нас это полная ерунда, и я сама осознанно никогда бы не поставила такую систему, так что у нас со встроенным пылесосом не сложилось. В нашей с мужем в ванной комнате и в детской у нас есть зеркала с подсветкой, они разные, то, которое в детской мы приобретали в Икеа, между прочим, она дает идеальный свет, там удобно красится, а в нашей ванной комнате, ну, там такая конструкция, куда было приклеено зеркало, и я постараюсь как-то показать вам, как это сделано, потому что сама лента с диодами совершенно не видна, она как бы запрятана. И это не просто удобно, это не просто атмосферно, это еще и менее энергозатратно, потому что такого освещения зачастую достаточно для того, чтобы принять душ, принять ванную. И также ночью, когда ты просыпаешься по нужде, у нас совмещен туалет и ванная комната, ты не включаешь основной свет, который очень сильно бьет по глазам, он интенсивный, ты включаешь вот такой небольшой, все видно, и при этом комфортно, и, опять же, по счетам платишь немного. Так что обязательно, когда делаете ванную комнату, не только основной свет, когда там нужно что-то сделать, чтобы прям было видно, сделайте еще и какой-то такой приглушенный свет, но этого вполне достаточно для повседневной жизни. Скажу также о том, что мне не нравится и то, чего я бы не делала. Вот такая, как я говорю, яйцеобразная ванная, смотрится очень стильно, мне она всегда нравилась, они еще и дорогие. Мы, кстати, нашли не очень дорогой вариант, но суть не в этом. Она оказалась совершенно неудобной, в основном мы используем ванную для того, чтобы мыть детей, это удобнее. И, к сожалению, такая ванная не особо подходит для этих целей, скажу вам честно. И так как я невысокая, у меня рост метр шестьдесят два, когда я даже в ней там пытаюсь релаксировать, я очень часто съезжаю. То есть как-то вот просто-напросто в ней неудобно. Она акриловая, она быстро нагревается, она красивая, все дела, но, честно, оно того не стоит. Вот мы еще и сделали как бы встроенную сантехнику, нам это обошлось чуть-чуть дешевле, чем обычно, потому что если сантехника крепится к полу, то все, это сразу такие цены. Так что второй раз, делая ремонт, я такую ванную буду обходить стороной, потому что она только смотрится красиво. Я знаю, что многим нравится, многим удобно, но реально, в первую очередь, покупая ванную для детей, нет. И даже собаку там мыть не настолько удобно, как в обычной ванной. Поэтому мое мнение такое, вы можете со мной не согласиться, но я здесь делюсь своим опытом, и я говорю, таким ванным нет. Так как такие видео смотрит в том числе и новая аудитория, которая может не ориентироваться в том, как обустроена наша кухня, что у нас тут есть в доме, то скажу вам еще вот такую важную вещь. Если вы думаете, стоит ли делать встроенную вытяжку или нет, однозначно стоит, потому что одно дело расставить какие-то баночки на вытяжке, а совсем другое, когда у вас вокруг вытяжки есть еще и дополнительные полки, где помещается огромное количество всего. Мало кто может похвастаться очень большой кухней, поэтому каждый сантиметр буквально на вес золота. Так что я однозначно советую вам делать встроенную вытяжку. Возможно, это чуточку дороже, но оно того однозначно стоит. То, чему больше всего достается в нашем доме, это однозначно диван, на котором я сейчас сижу. Вот дети постоянно скачут, все здесь сидят. И нет, он у нас не из Икеи. Мы заказывали его в магазине Кара Дизайн, но не они производители, у них просто был представитель этого бренда, этой марки, постараюсь отыскать информацию для вас. И это, опять же, второй диван от этого производителя, которым мы довольны. Цвет вы можете выбрать абсолютно разный, но если у вас есть дети, домашние питомцы, то моющаяся ткань это то, что, опять же, сделает вашу жизнь чуточку проще и чуточку легче, потому что ручка, разлитый сок и так далее отмываются на ура, опять же, самыми простыми средствами, губкой какой-то. Всего один раз я пользовалась специальной пеной, ну а так этому дивану прям вообще живется с нами нелегко, но он держится молодцом, такой крепкий орешек, но моющаяся ткань это просто must have. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно, и я с удовольствием подготовлю очередные видео на эту тему. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok